И там какие-то слова по теплоемкости. Да, по-вечему, что теплоемкость может проявиться, если учитывать то, что все происходит не на поверхности фирмы, а выходит за гель. А это действительно так, потому что при рассмотрении тепловых возбуждений действительно мы должны выйти. И это, в принципе, можно какой-то вклад изнести. И в действительности, обычно, когда обсуждают теорию фирмы жидкости, то говорится, что теплоемкость фирмы жидкостных взаимодействий не влияет, а влияет только через эффективную парадную эффективную массу, куда входят в вас, и все. А, так сказать, больше явных теснотовалов, как и нет. Так, вот, мы, в прошлый раз, давайте я тогда сейчас напомню, что там было. Мы, вообще говоря, ввели взаимодействие между этими квазичастицами. Так, ввели его для, так сказать, случаев, когда, так сказать, однородное возмущение. То есть у нас, если до этого мы, значит, в нашем вот подходе к фирме жидкостным было свыше, что мы считали, что статистика частиц у нас фирмевская, да, и это, так сказать, возбужденное состояние. Это, так сказать, обладает фирмевской статистики. Так, еще где-то. Так, фирмевской статистики. То есть есть функция распределения, так, такая, которая отделяет занятые состояния от незанятых. И, значит, есть энергосистемы, есть функционал от функции распределения, вот это, так, от функции распределения. А, значит, энергия частицы, тогда, как мы видели, это есть, ну, так скажем, вариационная производная по функции распределения. Так, вот эта штука играет роль функционала энергии квазичастиц. И она играет роль, вот, если только на обычном языке говорить, то роль гамильтоняна. Эта частица играет, как раз вот эта штука. Дальше. Дальше мы рассмотрели, значит, следующее. То, что вот эта вещь тогда тоже является функционалом от функции распределения, в свою очередь, и тоже может быть разложена. То есть дельтоняя эсилона P, это есть, ну, то есть представить ее можно, вот, как эсилон P, это есть, эсилон P, ну, такое, без, так сказать, любого порядка по возмущению по нашему. А следующий порядок, судимый по P' здесь, значит, будет, для первых P' какой-то, а здесь будет явление функции P', которая, ну, обеспечивает эту связь просто. Вот это добавочное чувство. Вот, казалось бы, следующего порядка малости, но мы видели, что, значит, вот в термодинамических свойствах, в термодинамическом потенциале, в свободной энергии, в частности, это приводит к члену, который такого же порядка, как и то, что обычно учитывается, да. Так что при слабом возбуждении, значит, это член точно такого же порядка, его нужно учитывать. Ну, и это приводит к ряду, так сказать, вот в термодинамику мы, в принципе, все можем построить. Вот мы рассматриваем вот эти возмущения, однородные, устойчивые, равновесные состояния, и вот неравновесность вся заключается в том, что мы рассматриваем реакцию на какое-нибудь воздействие. На поле, на, так сказать, какое-то внешнее поле, ну, любое, например, силовое поле, просто которое сжимает систему, вычислили сжимаемость, или на изменение температуры, вычислили теплоемкость. С таким же успехом, вообще-то говоря, можем вычислить там реакцию на магнитное поле, допустим, магнитное восприимчивость, но об этом я не хотел бы сейчас, так сказать, распространяться, мы сейчас могли бы и другие, такие, так скажем, термодинамические восприимчивости, характеризующие отклик системы на различные воздействия рассмотреть. Но я не хочу в это вдаваться пока, потому что это будут опять какие-то сложные вычисления, а я хочу на простых, так сказать, примерах, на простом вот варианте изложить основные идеи пока вот просто в теории фирмы жидкости. Значит, суть у нас свелась к чему? К тому, что вот то, что связано вот здесь как бы с взаимодействием вот этих квазичастиц, взаимодействие приводит к чему? К тому, что вот здесь появилась некая добавка, которая зависит от всех других квазичастиц, от распределения, от состояния всех других квазичных частиц. Это, ну, нечто типа такого среднего поля, действующего со стороны всех других частей. Так, вот это и есть функция фирмы жидкости на взаимодействие. Так что в этом смысле в этой, в теории фирмы жидкости у нас два, как бы, параметра пока. Две, так сказать, фирмы аналогические функции введено. Во-первых, вот этот сам спектр, мы его не знаем, но знаем, что он есть, и вот, так сказать, заполнение идет там в соответствии с фирмейской статистикой. И вторая функция вот эта. Вот этот сам спектр, а это то, что описывает взаимодействие квазичастиц. Вот эти две функции рассматриваются как параметры в этой науке. Они либо должны вычисляться из микроскопической науки какой-то, например, там какие-нибудь зонные расчеты, или еще чего-нибудь, зато главное вот этот спектр. Вот, а там учет всяких корреляций даст вот этот, так сказать, функций в каком-то приближении. Но, либо они должны браться из эксперимента, то есть мы должны рассмотреть какие-то свойства, посмотреть, куда эти параметры входят, сравнить с экспериментом, понять, каковы или чем эти параметры. Ну, а вот, либо микроскопические расчеты какие-то, либо вот так. То, что мы установили, это следующее. То, что оказывается эффективная масса, понимаемая как, так сказать, коэффициент пропорциональности между импульсом и скоростью, она есть, значит, прям такая, без взаимодействий, и, соответственно, открыть центр разложения этой функции, значит, ну, там, по-принамому режиму, в общем, безразмерный параметр, характеризующий вот эту функцию, причем связанный, так скажем, с такой угловой зависимостью, с первым членом, учитывающим угловую зависимость. Дело в том, что во всей этой науке возмущение у нас всегда входят, или все величины, все характеристики входят всегда фактически на поверхности фермы, потому что в этом мало возмущений вблизи поверхности фермы, поэтому п-штрих будет лежать здесь. Эпсилон, который войдет вот здесь и войдет в какие-то другие выражения, оно тоже, как правило, будет сходить с производной равновесной функции распределения в термодинамике. То есть тоже будет браться на поверхности фермы. Так что вот эти импульсы будут лежать на поверхности фермы, но если иметь в виду, скажем, фермы живет из типа Гелия-3, где закон дисперсии квадратичный-запротный, то есть это слово P2 на 2M, то поверхность фермы – это сфера, так что вот эти два импульса лежат на поверхности сферы, и фактически эта функция только от угла между этими импульсами. Так вот, коэффициент разложения по угловой зависимости, вот они вошли, первый учитывающий зависимость, дальше. Дальше мы это, к сожалению, сжимаемость вычислили, да, и модуль пропасти, да, это было N квадрат на J, там, единица плюс оно, да, вот так, вот так, вот так лучше получить модуль пропасти. Ну, оно определяет скорость звука, в частности, вот так, вот продавленный звук. Так, теперь, значит, дальше я говорил, что можно вычислить теплоемкость, но для теплоемкости получается стандартное выражение, куда, значит, теплоемкость – это, что там, P2 на 3-клотность состояний, так, на температуру, где вот это вводное состояние, на поверхности ферма, так, на пик водорода, аж в путь, так, так вот, вот здесь, это масса, вот с учетом вот этой температурой выражения, что должна быть. Вот единственный, где вход. На самом деле, будет, есть еще члены, учитываясь, в которые можно, значит, показать, что есть дополнительные вклады, связанные с тем, что нельзя участвовать с помощью вот этих лицерков, а то, что связано с тем, что вот эти, это функции, импульсы, лежат не совсем на поверхности фермы, потому что, когда мы даем теплоемкость, мы дифференцируем по температуре, а это означает, что мы все равно выходим за поверхность фермы, должны вот это, в принципе, учесть. Тогда на дополнительных вкладах теплоемкость появляется. Вот. Хотя, вот, в большинстве книжек, просто написано, что прямого потокового влияния на теплоемкость и теплоемкость на их взаимодействие не оказывает. В этом приближении, конечно, не оказывает. Действительно, вот такое. Так, ну, значит, магнитную восприимчивость я хотел еще рассмотреть, но мы про это только потом поговорим. Я хотел сегодня поговорить про другой, про следующий шаг. Про, значит, возмущения, которые неоднородные и переменные, зависящие от времени и от координат. Вот до сих пор возмущения у нас родились к чему? К тому, что система была однородной, устойчивой, независящей от стационарной, независящей от времени. То есть, возмущение было, ну, либо добавляем частицу в такую систему, возникает некое новое однородное стационарное состояние или еще что-то. Так, или там изменили температуру, опять будет, так сказать, однородное состояние, независящее от времени, стационарное, но с другой температурой. Вот это то, о чем шла речь в термодинамике. То есть, мы пока рассматриваем термодинамические связи. Так, теперь, возмущения бывают же другие, конечно, да, и нет. Значит, вот я буду рассматривать возмущения, которые зависят от координатного времени. Теперь, так, что у меня, так сказать, как бы изменится? Ну, точно так же, как и решение, значит, во-первых, две вещи надо рассмотреть. Первое, что я вот вот такой квантовой жидкости рассматриваю импульсы и координаты одновременно. Так, вот я написал фронт, который одновременно импульсы и координаты. Ну, как все квантовые механики учили, есть принцип неопределенности, одновременно их рассматривать нельзя. Так, вот в этом смысле это рассмотрение такое, когда, так сказать, ну, такое квазиклассическое, что ли. Так, то есть я буду рассматривать возмущения, которые, ну, достаточно плавные и достаточно медленные, что ли. Тогда можно, значит, вот этой неопределенностью импульса пренебречь по сравнению с величиной самого импульса. Значит, если я задам вот эту функцию распределения, видно, возмущение, значит, задам как вот этот П0, так, равновесный, который не зависит от координаты времени, а эту координатную зависимость, ну, здесь будет тогда ТЛ, ТЛ, П, АТЛ и Т, так, я всегда могу, я буду рассматривать возмущение слабое. Поэтому, вообще-то говоря, как везде в термоферной жидкости, буду ограничиться линейным приближением по этим возмущениям. Раз я буду ограничиться линейным приближением, то я могу разложить вот эти возмущения, скажем, интеграл я по координатам и по времени, так, соответственно, коэфференты будут зависеть от частот и от волновых векторов, так, периодичности в пространстве, периодичности во времени. И поскольку всё будет линейное, то, конечно, эти компоненты будут рассматриваться независимо и всё. Поэтому я, да, так сказать, не нарушая общности вотного рассмотрения в линейном нашем вот этом подходе, значит, могу написать всегда, значит, что здесь, скажем, ДТФП от К омека какого-то, а здесь Е в степени минусы омега Т плюс ИК, так, вот. И тогда, так сказать, как бы возмущением меня характеризуется вот частотой омега и волновым вектором К. Неопределённость импульса задаётся вот этим Ашка, неопределённость по энергии задаётся Ашамега, вот этой величины. Так вот эти величины будем считать малыми по сравнению с самими величинами импульса. То есть вот этот Ашка будет малого по сравнению с П-фирмой, так, а Ашамега, Ашамега, должно быть много меньше, чем, значит, ну, энергия фирмы. Вот фактически приближение, в котором, так сказать, мы, как бы, нашу мою окуку будем рассматривать. Тогда у нас можно рассматривать одновременно, задав импульс и координату, что в общем и написано. В действительности такую функцию можно, вообще-то говоря, ввести и в квантом-суточка, известно, наверное. Я не знаю, что у вас там из этого рассказывалось. У вас такие функции распределения вводились же, наверное, уравнения там и для матрицы плотности, описались, наверное, в генетической науке, так, и всё это описалось. На самом деле, можно всегда ввести функцию распределения даже в таком существенном квантовом случае, так называемую вегнеровскую функцию распределения. В существенном квантовом случае у вас это должна быть матрица, П, то есть, что это какая-то. Матрица плотности, там, в нашем условном, скажем, импульсном пространстве, то есть те, П, это те квантовые числа, которые характеризуются в состоянии. Так, мы вместо этого можем ввести вот такую, ФП плюс Ашка пополам, и ФМ минус Ашка пополам. Вот вместо П и П штрих я введу, ну, скажем, сумму, которую я обозначил за П, и разность их, которую я обозначил за К. Вот фактически, вот. Я, значит, за П обозначена сумма П и П штрих в верхнем выражении. Вот, вот такую штуку. Так вот, ее можно рассматривать как функцию распределения от П и от К. Ну, или вот так вот. Это Р, П, как я написал там, а вместо Р, у меня это перфигурирует. Ну, и, так сказать, вот такую штуку можно рассматривать. Она, на самом деле, как бы обладает всеми свойствами, как бы, функции распределения. То есть синхрон зависит от координаты, или фурье пространства, от К, так, то есть как бы функция распределения вот такая, но в то же время она связана, на самом-то деле, с вот этой штукой. Это, так называемое, то, что физики называют Вигнеровской функцией распределения, которая, на самом деле, значит, вот это слово просто, оно в литературе встречается, поэтому вы его, так сказать, запомните, что Вигнеровской функцией распределения может быть, которая является квантовой такой функцией распределения, не классиклассической, а квантовой. Так? Ну, вот. И она характеризует... Она, в отличие от обычной функции распределения, например, не обязательно должна быть положительной, там, прочей, все. Но по другим всем параметрам, работать с ней можно, как с обычной функцией распределения, уравнение имеет такое же. В этом смысле она часто удобна для, так сказать, такого вот изложения, что ли, или для иллюстрации каких-то, для того, чтобы сравнить с квазиклассическими умами квантовыми. Поэтому в этом можно... Вот я буду понимать как квазиклассическую, но в принципе это может относиться и к вот этому квантовому сумочку. Так, теперь что еще я, значит, в связи с этим хотел сказать? А, вот эта вот Вигнеровская функция распределения, она как бы понимается по-другому. Вот это понимается как вероятность того, что мы находим, ну, нашу, скажем, возбужденную квазичастицу с инкурсом в точке E в момент времени T, и одновременно вот мы знаем и импульс, и координаты, все. Вот, ну, в тех приближениях срабатываем, все. А вот эта Вигнеровская функция распределения, она, так сказать, трактоваться должна по-другому. То она, это есть как бы вероятность нахождения не одной возбужденной частицы, а вот возбужденной частицы, скажем, квазичастицы с импульсом P плюс H, и дырки, допустим, с импульсом P минус H. Вот есть энергия фирмы, и возбуждение заключается в том, что мы одну частицу отсюда переносим сюда. Вот возникла частица с импульсом P плюс H пополам, так, и возникла одновременно дырка с импульсом P минус H пополам. Вот, так что это вероятность нахождения вот такого, рождение вот такой пары, возбуждение в виде такой пары. И при этом, вообще говоря, противоречий с принципом неопределенности никаких не возникает, потому что импульсы не равны тут P, а сдвинуты вот эти все. Поэтому ее рассматривать как функция распределения P от K, и тут от K соответствует K координатам, в общем, никаких запретов нет. Так что ее просто нужно по-другому понимать. Ну, это вот детали к тому, когда наше рассмотрение, так сказать, будет подходить. То есть в этом смысле то, что я рассказываю в теории фирмы жидкости, она, вообще-то говоря, подходит для достаточно вот таких длинноволновых вопреждений и достаточно низкочисто. В этом смысле достаточных для макроскопического вообще описания, прежде всего. Просто для макроскопического описания, потому что у нас же среда состоит из дискретных каких-то зарядов, а мы описаны непрерывной вот такой функцией все. То есть макроскопическое описание. Так вот, по сравнению с масштабами, которые у нас будут, задачи какие-то изменяться, величины, у вас, значит, ну, неопределенность положения импульса, знания импульса и положения частиц должна быть значительно меньше. То есть то, что вот связано с квантовыми эффектами, вот таким связанным с принципами, не проявляется. Оно, так сказать, тогда не проявится при таком писании. Хотя мы, вообще-то говоря, рассматриваем квантовую жидкость, так, и их квантовый характер, ее крайне существенен, но для нас существенно то, что статистика фирмовская. Как написать последовательную квантовую теорию, мы, так сказать, дальше дойдем до этого еще. А пока вот тут такая квазиклассическая наука. Это вот то, что, так сказать, квантаут в свое время сделал в неделе три, так сказать. И это, в общем, довольно нетривиарная вещь, потому что то, что можно такую квантовую, существенно квантовую систему описать вот таким квазиклассическим образом, просто, учтя там что-то, там, вот некоторые свойства, введя там энергию, введя вот некую функцию взаимодействия. Это, вообще говоря, такое достижение большое, потому что к этому, если бы это не было создано, вот в таком виде, то к этому бы приближались путем микроскопических расчетов различных. Приближались бы, потихоньку шли бы, как-то результат бы получили, там, все прочее, там. Ну вот, не в таком виде, а в другом, там, что масса отличается на какую-то причину, там, связанную с возбуждением, с взаимодействием, так и так далее. А то, что это можно сформулировать вот в виде такой, законченной теории, и, значит, взглянуть на это совсем по-другому, что система с сильным взаимодействием может действительно быть рассмотрена, если рассматривать слабое возбуждение. Тогда можно развить науку, которая позволяет рассматривать свойства этой системы. Вот в этом смысле достижение большое. И в этом смысле, ну, как всегда, когда оно сделано, то, кажется, каждый мог бы это сделать, додуматься до этого. Я думаю, что Виктор Павлович Симин тоже додумался до этого, потому что он основные результаты для заряженной частиц, к этому времени вообще, как я, всегда лучше. А тогда, когда он предложил эту науку, я сразу это все заряженную систему, хотя собственные результаты там конкретных, они были получены, потому что я был в последнем в шансах. Ну, это, в общем, эта ситуация, примерно такая, как была, видимо, в свое время, когда спеца в теории относительности. Потому что результаты все были. Так сказать, что, так сказать, Эйнштейн сделал? Он, так сказать, сформулировал так, что это всем стало понятно и как действительно новый науку, новый взгляд на пространство времени, на все, а не как конкретные какие-то отдельные газеты. Без него и к этому бы пришли, но пришли бы потихоньку и, так сказать, позже. А тут вот, вкладывал именно в этом, в том, что удалось формулировать. Так, ну ладно. Так вот, значит, это, будем рассматривать вот эту штуку. Теперь, значит, как и раньше, будем считать, что энергия, функционал от функции распределения, теперь она зависит от координатного времени у нас, возмущения. Так, значит, Е есть, Е, вот там, цель функции распределения, которая включает теперь вот это, неоднородное, извещение, от времени добавки. Так, точно так же мы можем, например, ввести энергию, как вот функциональную производную, по функции распределения, так, вот. Но теперь, вообще-то говоря, она у нас будет зависеть вот от этой, от силы П, а вот это, она будет зависеть от координата тренинга, так. И, значит, тоже мы дальше можем повторить те же слова, которые мы в прошлый раз говорили, что это, в свою очередь, функционал тоже от функции распределения. И тогда и здесь, и энергию эту, частицы, мы можем разложить в том же варианте, вот, П, Т, и это будет функция распределения, так, вот давайте я тогда разложение напишу, вот что, не совсем вот это, а разложение для энергии напишу, что это будет, Е норм, Е норм, следующий человек, сумма по П, так, здесь будет Т, в целом П, вообще-то говоря, должно быть интеграл по ДАТР и интеграл по ДТР, так, и интеграл по ДТР, так, здесь будет Т, в целом П, АТРТ, так, дарить ТРТ, АТРТ, так, потому что просто все это, это личина, которая характеризует эту систему в целом, так, ну и следующее, членое разложение, написать так, что как выписали, да, подписать, ну, одна вторая, там сумма по П, П штрих, так, дальше интеграл по ДТР, интеграл по ДТР, тогда еще будет, да, интеграл по ДТР, интеграл по ДТР, ну, как надо, там, с учетом принципа причинности, и все прочее, ну, в общем, знаете, как это писать, да, здесь будет Р, Р штрих, Т, Т штрих, так, ну, а здесь будет, соответственно, ДТР, Б, АТРТ, ДТР, Б штрих, АТ штрих, Т штрих, вот разложение, если бы еще учиться, то есть в тех же приближениях, фактически, как мы и раньше, мы должны поучитывать вот эти слогания, тогда, да, то есть там мы, значит, говорили, что есть основания для того, чтобы вот эту поправку учесть, как мы увидели, что она действительно важна, не мала, она, так сказать, существенна, может быть, все там, значит, вот эта константа, она, в общем-то, не мала, она может быть большой, она, вообще-то, может быть, больше единицы, все, может быть, не поправка, определяющая штрих, вот, так что вот в общем случае, да, теперь, значит, что, значит, делается, значит, энергию, вот мы, тогда мы можем ввести действительно ярко-какую частицу, вот эту репсилон, вот эту вариационную призвуку, например, по дельта fp, вот это от rt, от rt, это будет тогда вот эта часть, текстовый p, вообще-говоря, тоже, да, плюс вот эту часть, значит, сумма по p' тогда будет, так, интеграл по d r, так, штрих, тогда, здесь будет fp, f' от rt, t, 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 t. Дальше, мы будем рассматривать, вообще-говоря, исходное, однородную систему, тогда в однородной системе энергии частиц, вот, так сказать, не связанная с их, так сказать, взаимодействием и с возмущением, вот она, она не связана с возмущением, эта штука характеризует однородную систему, потому что вот то, что с неоднородностью и в зависимости от времени выделено сюда, а это производная от вот этой штуки по функции распределения в однородном состоянии, тогда, когда отклоняется. Так что вот если однородная система, то вот это у нас однородное стационарное устойчивое состояние, тогда вот эта штука не зависит не от r, а от t, это будет t r. Вот здесь, в этом случае, будет зависимость только от разности координат d r, t, 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 t. Так что вот в однородной системе давайте вот так, не равно, а постоянно, когда переходим к однородной системе, Эта штука не зависит от карбинаты. Здесь будет сумма по P, здесь будет интеграл по T, T' интеграл по T, T' а вот это R, P' от L-R' T-T' А здесь будет R, P' L' Так, дальше. Значит, ну, мы будем рассматривать ситуации, когда возмущение у нас достаточно плавное во времени, так что то, что называется временной дисперсией, этим будем пренебривать. То есть, будем считать, что временам возмущения, которые будем рассматривать, будем рассматривать достаточную низкую частоту. По сравнению с чем? Я писал, что временная зависимость у нас характеризуется частотой приплыла. Так вот, эти частоты будем считать малыми по сравнению с какими-то атомными частотами. С любыми атомными частотами, которые у нас там есть. Или с той характеристикой, которая у нас характеризует всю систему энергетической, х омега, малой по сравнению децилляции. Вот тогда у нас можно этим пренебречь будет с опаздыванием. То есть, в этом случае, вот это fp, p' at-r' t-t' будет можно заменить на fp, at-r' а по сравнению delta t-t' тогда интеграл снимется и здесь будет delta fp' t, а здесь не будет зависимость т. Так что, будем рассматривать такие возмущения. В общем-то, это широчайший класс возмущений, так сказать, как бы, вот, потому что энергетическая большая штука может произойти. Так что, и это хорошо, так сказать, выполняется. То есть, нарушается это тогда, когда у нас возмущения по энергии далеко выходят. То есть, тогда у нас те основные принципы, которые мы заложили, они тоже нарушаются. Так что, в этом смысле, это все согласуется с исходными принципами. Дальше. Вот второе. Что так следует? Оказывается, что взаимодействие между квазичастицами реально оказывается короткодействующим. Так? Короткодействующим. То есть, тогда радиус действия его много меньше, чем те возмущения, которые мы будем рассматривать. То есть, оно реально таких каких-то далеких корреляций, на самом деле, нет. есть короткодействующим. И тогда мы можем считать его. Реально, вот в этих формулах вот эта функция меняется на расстояние значительно меньше, чем вот эта функция. Тогда ее можно считать просто дельтообразной. фп от р минус р штрик, которая у нас теперь осталась, фп р штрик, она фактически заменяется на фп р штрик, а здесь делится от р минус р штрик. фп дельто функция опять от р минус р штрик. Вот после этих, так сказать, слов вот для этой штуки для энергии частиц мы можем написать что это р и т это будет р и которая в однородной функциональной системе больше ни от чего не зависит. А здесь будет сумма по р плюс п штрик, а здесь будет дельта р от р и т на самом деле вот эта энергия от координаты времени не зависит, но зависит только через вот эту штуку. Вот это есть опять некие исходные предположения для рассмотрения неоднородных возмущений мы ещем в теории хермеркости. При этом вот эта энергия опять играет роль демильтониана в такой среде что ли как бы в этой жидкости а там f d f 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 Зависимость ее, как правило, тут особенно не рассматривают. Говорят о координатной зависимости и говорят о локальной энергии квазичастицы. То есть энергии квазичастицы зависят от координат. Благодаря взаимодействию. Потому что взаимодействие приводит к тому, что другие частицы влияют на вот это. Если возмущение неоднородное, то и влияние это неоднородное. Возникает вот такая, зависящая от координат. То, чего раньше не было. Раньше у нас энергия не менялась, но она была однородной, но все на независимости не было. Так, теперь, вот у нас есть для рассмотрения, теперь мы хотим описать вот эти неоднородные состояния, зависящие от времени. Описываются они, конечно, нужно описать тогда до функции распределения кинетического уравнения. Значит, кинетическое уравнение, значит, как написать для сложных взаимодействующих систем? Как у вас это писалось? Вы уже изучали теорию грузинопериму, как было бы, вот это Ключинский у вас читал. А почему он по-другому рассказал? Производную вы берете. От чего? От функции мс. уравнения. От чего? Куда это расследует вообще? Проравняете ее к чему-нибудь. Чего? То есть кинетическое уравнение, конечно, пишется просто. Так, вот, на самом деле, ДФ, ПТТ, равно тому, чему там, что, так сказать, за счет столкновения. ДФ, ПТТ, ну, столкновение. Вот кинетическое уравнение, на самом деле. Все. Вопрос в том, что здесь, что подставить туда, что подставить сюда. Так вот, в теории, в теории, в теории, считается, что возбуждение этих, возбуждение сладкое. То есть число возбужденных квазичастиц, на самом деле, мало. И это позволяет попытаться описать это, то, что опять вот сделано ландаром, то, что он догадался еще. Что на самом деле, тогда вот эти возбужденные квазичастицы, для таких вот, однородных, возбуждений каких-то, их мало. Можно рассматривать просто как газ с невзаимодействующих квазичастиц. Силу просто их малости. Поэтому кинетическое уравнение нужно написать для газа частиц. Но с гамильтонианом вот с такими. Написать кинетическое уравнение для газа, взаимодействующихся частиц, с таким гамильтонианом. Это вот то, что относится к вот этой части. Как вот эту часть написать. Как написать столкновительную часть? Это отдельный разговор. Но, значит, я не хочу в него вдаваться особенно. Потому что то, что вы изучали в теории явлений переносов, то в основном там изучали как раз разные виды вот этой части. Та была примерно одинаковая всегда у вас, наверное. Так? А тут писали разные интегралы столкновений и там разные что. Так. Что и делается. Так вот я не хочу эту часть столкновительную касаться, потому что нас будет интересовать более интересную энергию часть, которая соответствует как бы газу в них взаимодействующих частиц. Но вот с таким гамильтонианом, в котором взаимодействие, вообще говоря, определенным образом учтено. Вот в этом энергии кризис частицы есть энергия, есть дополнительный вклад, зависящий от координат и времени. Вообще, я говорю, некое среднее поле действует, чинно эту кризис частицу. Так. Давайте я это и буду писать, более того. Давайте я еще для простоты буду для начала считать, что у меня столкновение несущественное. Так. Вообще говоря, это можно сделать, потому что столкновение когда существенное? Тогда, когда у вас, так сказать, возмущение, временем, за которое меняется возмущение, сравнимо со временем свободного проблем, временем между столкновенами. Тогда, безусловно, столкновение свщество. Если же у вас рассматривается возмущение, которое меняется за времена, много меньше, чем время между столкновениями, то это столкновение фактически не происходит. Для достаточно выскочистотных возбуждений уж точно можно этим, так сказать, играть в столкновение. Вот я буду считать, что атомного у меня много больше, но ускоряется чистота столкновения присоединится на время столкновения. Вот будем, к примеру, рассматривать такую ситуацию. Так что я выкинул этот интеграл столкновений и буду его рассматривать дальше. Будем считать, что сила, действующая такая, плотность силы, действующей в системе, за счет каких-то парней, тоже отсутствует. Нет никаких парней. А вот сама по себе система. Возбуждения, будем рассматривать возбуждения, которые могут в такой системе существовать. Сами по себе. Так что сил внешних тоже не будет. Если надо, мы их там в нужное место подставим к генетическому уровню, как обычно. Точно так же, как если нужен будет интеграл столкновений, поставим его тоже и все. Тут проблемы нет. Тогда пишем для этого случая. Для этого случая все, вообще говоря, очень просто. Мы же должны написать просто, ну, так сказать, приход, уход и все там, так сказать, баланс приходу и ухода частиц просто. Так. Ну, я буду просто для формально писать просто. Вот давайте. Дэй, это. Дэй, это. Дэт, это. Дэй, это. мы отрываем по ДТ, плюс Д вперёд, П по ДЛ, так, ДФ по ДТ, так, значит, ДФ по ДТ, да, плюс ДФ по Д, значит, П, так, ДП по ДТ, так, вот что у вас должно быть, вот это всё, вообще-то говоря, как бы должно равняться на уровне, значит, ну, это производная, это связано просто с зависимостью от времени, это, вообще-то говоря, скорость, напишем, так, это что такое, здесь, вот здесь, зависимость функции распределения, так, мы работаем, ещё раз хочу сказать, что линейным приближением, мы теперь по возмущению должны писать линейное приближение, вот это, П, АТ, ВТ, который у нас есть, это есть Т, П, ну, скажем так, плюс ДФ, АТ, ВТ, так вот, линейное приближение, по нашему возмущению, так, так, у нас остается, вот это, ДФ, ДФ по ДТ, ДФ по ДТ, так, вот здесь, здесь что остается, ДФ по ДТ, это скорость, ДФ по ДТ, так, ДФ по ДТ, так, ДФ зависит, вот здесь останется равновесной, как бы функцией распределения, так, равновесной функцией распределения, ну, а, значит, вот этот, ДФ по ДТ, который зависит, ДФ по ДТ, вот это, который будет ДФ, от Эпсилон Б, который зависит от РТ, функцией распределения, потому что энергия чистится, она зависит от энергии чистится, могу, там, каждая координатная зависимость вот здесь, вот здесь сидит, вот здесь, так что здесь будет тогда, значит, ну, во-первых, член ДФ по ДТ, так, по ДТ, нулевая у нас однородная система не будет, так что здесь будет ДФ по ДТ, так, а здесь ДЭпсилон Б по ДТ, линейный член, как раз вот этот, здесь будет сумма по П штрих, ДФ по ДТ штрих, ДФ по ДТ штрих, вот так, так, ну, теперь следующий член, следующий член, вот это ДП по ДТ, это, вообще-то говоря, сила должна быть, там, это должна быть сила, которая действует на эти частицы, так, значит, сила, которая действует на частицы, подавайте смелее, эту силу, чего? Сила надо, силу, силу, силу я хотел, как раз оставить, чтобы ее не писать, чтобы не писать внешнюю силу, но тогда мне нужно оставить член, потому что силы, внешней силы, которая действует на частиц, у меня, так сказать, нету, так, например, по ДТ, это будет… Это у нас все поле какое-то, или что-то еще? ДТ по ДТ, это будет Д-репси, Д… А, вот это бывает, где ты уже, вот это… Ну, все, ну… Ладно, сейчас тогда… Так, перерыв давайте, перерыв? Да, перерыв. Поехали. Ну, какое ange-либо? Д-репси, Д-репси… Да, Д-репси… Д-репси… Только это какое весть? Это очень опасно, да? Вот Д-репси.. Так он на 100 вообще не может ходить там, а… Не поднения от времени на действие. Зачем там? Так не важно. Там нет возлиста Дейпси вон. Ты писал на Эпси вон двести. Какой же он двести от корнята? Дремнен только через Фирму жидкость взаимодействовал на Дм. Ну… Хорошо. В смысле? У нас F зависит от F, F зависит от Rt, то есть можно поставить, считать. Но F, это у нас F, не фирма жидко, F, не заинвести, чтобы дать такой фактор, как я знаю, по времени. Понимаете? Да. В смысле… Но она через F, F, F 대 B , F , F , F под F , D , F , F , F Это второе место для нас, что вы учитываете. Это второе место. Да, это второе место для нас. Это второе место для нас. Это второе место для нас. Поэтому здесь это в любом приближении. Так что здесь минус df0 по dp. А здесь стоит сумма по p' dp' от которой от координат у нас не зависит. А здесь будет df' dpdr, 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 dpdr. Ну и в нашем случае равно 0. Если нет дополнительной силы, если есть… Так, вот у нас уравнение. Давайте я его сейчас, так сказать, как бы еще раз… Вот это уравнение. Это когда нет столкновений и нет силы. Если есть силы, действующие на частицу, то мы эту силу должны добавить вот эту пазу. Вот этой вот минус, вот этой части, должны добавить силы. Второе. Если есть столкновение, то мы должны в правую часть написать интеграл столкновений. Какой написать? Как описывается процесс столкновений, так? Так, вот опять уважаем форму, я стернула. Напишем сейчас. Так, вот. Так что я для порядка приведу теперь шутчик, когда сила и равна улю, так, d по dt, 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 d по dt. Так, дальше минус, вот это df0 по dt, так, вот здесь у нас стоит вот эта вещь n сумма по p' fpd' d по dt, 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 d по dt. Так? И если есть сила, действующая на частицу, то мы должны ее вот сюда добавить. Это некая сила, которая действует на частицу. Так? Так. И если есть столкновение, то вот сюда мы должны добавить, ну, два дня на дешево струкновительные черепки. Которые есть функционалы, то есть распределение, конечно, будет все. Струкновительные черепки. Вот кинетическое уравнение для вот этих фермы, для фермы жидкости. Вот оно. Значит, что первое, что считается? Значит, первое, мы считаем, что возбуждение слабое. Так? Их можно, их частицы можно рассматривать как невзаимодействующие. Это второе. Значит, вот это взаимодействие, которое у нас вошло. Ну, то есть мы пренебрегли взаимодействие возбужденных квазичастиц. Где это пренебрегли? Если бы мы учитывали взаимодействие возбужденных квазичастиц, это был бы член второго порядка по вот этим ДТФ нашим. Так? Потому что одна частица с другой возбужденной взаимодействовала. Этот член был бы следующего порядка. На самом деле этими частицами мы пренебрегли. То есть возбуждение слабое, и наши возбужденные квазичастицы полностью не взаимодействуют. Так как число их мало. Третье, что мы сделали. Мы, значит, то, что у нас учрено теперь, это вот эта дополнительная штука. Вообще говоря, видно, что это как бы средняя сила, которая действует за частиц дополнительных, со стороны всех других частиц. Средняя сила. И этот член линейный по нашему возмущению. Линейный член по нашему возмущению. Такой же, как вот здесь. То есть это немалый, немалый вклад. Так. Ну и четвертый, что ли. Мы видим, что благодаря этому члену это уравнение становится, вообще говоря, сложным интегральным уравнением. Даже тогда, когда нет столкновений, фиетическое уравнение сложно решить из-за того, что интеграл столкновений часто сложный. Их там нужно как-то выкручиваться и решать. Так вот здесь, даже тогда, когда нет интегралов столкновений, уравнение оказывается интегралным. Для вот этой неизвестной нашей функции, при случае возмущения, оно становится интегралным. Так что вот это, значит, то, что мы… Но это уравнение, которое мы должны пользоваться для описания вот таких возмущений. Значит, я для простоты, опять, вот давайте выкину силу и выкину столкновение. Вот оно тогда, принимает такой век, который у нас, который мы начали вот здесь написать. Так. Дальше. Это уравнение можно переписать. Переписать вот в каком-то. Дета ДТ, Дельта ФП АТРТ. Так. А дальше, вообще-то говоря, такой, казалось бы, пропормирует обычный член, как в киетическом уравнении. ВП, так, ДПДР, на то, как берется эта производная не от самой функции, а вот от чего. От Дельта ФП АТРТ. Так. И минус вот эту штуку еще. ДФНО по ДФПНО по ДПП. Так. Сумма по П штрик. Так. А здесь ДФПП штрик. Дельта ФПП штрик. Вот на самом деле что. Вот уравнение. Оказалось, что уравнение вот такое. То есть стандартная, как бы, левая часть киетического уравнения, тогда, когда нет сил. Так. Вот. Значит, это производная по времени. В на ДПДР. А дальше здесь только стоит не вот это распределение, а вот такая штука. Вот два первых члена в этом уровне, ну так же, как и вот два первых члена, это то, что относится к обычному киетическому уравнению. А вот это средняя сила, которая действует на частицы со стороны руки. Вот она и возникла. С линейной полузмущины. Что? Так. Вот теперь. Вот это все, ну и в том уравнении, конечно, можно точно так же написать. Так что мы видим, что сюда входит здесь вот отклонение от равновесного значения. Вот это что такое? На самом деле это отклонение от так называемого локального равновесного состояния. Вот сюда. Сюда входит отклонение от локального равновесного состояния. Введем локального равновесного состояния. То есть введем функцию распределения F от P, ну давайте стивили ее обозначим, в которой на самом деле есть вот эта фермиевская функция распределения наше, но от энергии вот эта Epsilon P плюс сумма по P' R P F' delta R F' так? Значит, delta R F' ну вот от R F. Вот такую. И введем отклонение. Значит, вот возмущенную функцию распределения, мы рассматривали ее вот так. Мы ее рассматривали как? Как F0 F F P0 плюс delta F P. Так? Вот delta F P у нас фигурировало вот это. Так? Теперь давайте я рассмотрю по-другому. Я вот рассмотрю нашу функцию распределения возмущенную, как вот эту локально равновесную функцию распределение, плюс отклонение от локально равновесного распределения F F. От отклонения не вот от этого состояния без возмущения, а от состояния с возмущением, но вот локально равновесного. То, учитывающая ту часть возмущения, которую мы можем учесть, сохранив вид такой равновесной функции распределения, но заменив в нем энергию вот на такую что. Так? Вот это будет называться локально равновесным состоянием. Состояние, в котором энергия будет вот такая, а вид функции распределения такой, какой был орган. Так, давайте пишем тогда вот для этого случая разложение. Для вот этого случая пишем разложение. F P, это есть F P стиль, это есть F P. Вот это F P с нуляком, что ли, да? по, значит, вот этому с нуляком, да? Вот Epsilon P плюс сумма по P штрих, F P P штрих, delta F P штрих, да? Значит, плюс delta F P стиль. Так. В нашем линейном приближении мы должны эту штуку разложить тоже. Так, ну и разложим ее, конечно, тогда. Это будет F P 0 плюс D F 0 P по D по D Epsilon P, так? А здесь будет стоять тогда сумма по P штрих, F P P штрих, так? Все, и плюс еще то, что у нас было, delta F P штрих стиль. Так. Ну а вот теперь просто сравнивая вот это выражение с тем, что у нас было вот здесь, вот, сравнивая вот это выражение с вот этим, поскольку вот это одинаково, так? То мы видим, что вот это отклонение от истинного равновесия выражает, связано с отклонением от нотального равновесия вот таким соотношением, так? Соотношением таким. то есть, delta F P равно, так, D F 0 P по D Epsilon P на сумму по P штрих, F P P штрих, так, Д F P штрих, F P штрих, F P штрих, A T T plus D F P с тиньды. Ну вот и видим, что отклонение от локального равновесия Дельта Fp стиль, это и есть Дельта Fp минус Дельта F0 по Дельта Fp, сумма Fp, 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 так, на Дельта Fp, Fp, Fp. Вот отклонение от локального равновесия связано с таким отклонением от истинного равновесия Вот таким образом Так, а, значит, вот здесь я неправильно написал потому что я вытащил вот этот член Дельта FpDT В, Дельта FpDT Дельта FpDF Дельта FpDR-то у меня было, у меня не было В Так что Вp я не тащил, я очень прост Вот здесь я заменил эту производную на производную по энергии Дельта Fp, а вот это Дельта FpDP это и есть скорость Поэтому вот эту скорость я вытащил, потому что вот здесь исправки, да, я-то как-то поторопился написать, потому что здесь вот должно быть не по F, а по D, чтобы вытащить вот V на D по D. Я об этом не сказал, но, к сожалению, эту формулу стер. Вот она у меня была, DF по D, вот на эту штуку. Здесь можно по DP я заменил на DF, можно по DL на V. Вот возникла V на D по DL, V на D по DL, которые имеют здесь. А вот физически-то это равновесие, это что? Это стало больше частиц с импульсом таким-то или как физически-то это? Нет, сейчас мы дойдем до этого еще. Мы в свое время до этого дойдем. Дело в чем, что первое, что я ввел, это состояние локального равновесия. Что есть, вот оно у нас возникло. Что в кинетическом уравнении присутствуют два разных члена. Чего у вас в кинетическом уравнении, я думаю, что до сих пор, там в теории для непереноса, которые вы изучали, этого не было. У вас было расслонение от равновесного значения, писали сетислагаемые все. А здесь вполне естественным образом. Мы ничего, так сказать, не предполагали. Но вот здесь возникла производная от вот этой ДНР, а здесь фактически возникла вот эта ДНР. Вот это возникло от равновесия. Так устроено. А чем они отличаются? Чего? Физически-то чем они отличаются? От другой штуки. А вот это от равновесия, от чего? Увеличилось количество частиц с большим импульсом или как это вообще? Нет. В возмущении есть две части. Одна часть сохраняет вот эту фирменскую функцию распределения, меняет только энергию от координаты времени. А вторая, которая, так сказать, сверху еще. Так вот эта часть, это та, которая сверху. А та, которая там, она, так сказать, в равновесную как бы функцию распределения вошла в эту. Вот, вот, что важно. И это возмущение, оно что делает? Перебрасывает электроны или что? Перераспределяет электроны там, все прочее. Ну, неизвестно в какую. Нет, это неизвестно в какую. Известно в какую. Перераспределяет как-то. Значит, это вопрос, в общем-то, довольно хитрый, мы сейчас к этому дойдем. Это, это, я не буду про это тоже подробно говорить, потому что это... А вопрос довольно хитрый. Он не то, что хитрый, он не решен просто. Вот, так сказать, решения нет, поскольку сложно не решить. Так. А если бы мы не спросили, вы и не сказали бы? Нет, сказал бы, мы пришли до этого еще. Так. Более того, мы к этому еще, это важнейшая вещь мы получили. Которую мы, так сказать, дальше еще, значит... Это будет ответ на самый главный вопрос, может быть, в этой, в теории фирмой жидкости. Ну, для заряженной жидкости или того, в частности. Так. Так. Которые, вообще говоря, обычно даже не вспоминают этот вопрос, что в теории фирмы жидкости главный результат, это не то, что там в перспективной массе появилась дополнительная константа, а один. А в сжимаемости оно. И в этом дело. А в том, что она позволила объяснить, почему там все хорошо работает. Так. Потому что не должно работать. В каждом месте, что не должно работать, а работает хорошо. Вот. И это вот как раз с этим и связано. Так. Так что вот. Вот такая штука прошла. Так что в кинетическом уравнении пишется вот это. Дальше пишется вот эта штука. Так. Значит. И вот сюда вошло вот это. Пока не ровно ясно. Дальше мы должны были бы написать, конечно, членство этой силы. Если внешней силы. Скажем, мы должны бы написать, по очереди, вот эту внешней силу. Ну и, в принципе, столкновение. Вот. Ну а, значит, просматривая возбуждение собственное, тогда, когда сил никаких не действует. Так. И тогда, когда не важны столкновения. Так. Вот это давайте и рассматривать. Т.е. Кинетическое уравнение для описания всех, значит, явлений переноса у нас, в принципе, есть. Можно с помощью него там все рассматривать и детальные всякие тонкости выяснить, как влияет там, на какой конкретный вид интеграла столкновения на все. где вот эта штука проявится и все прочее. Так вот, прежде всего, эта штука проявится вот в таких собственных системах. Вот это я и хочу очень коротко так пояснить. Давайте рассмотрим в такой системе, значит, собственные возбуждения в такой системе. в отсутствие силы, в отсутствие столкновений. Такие, когда столкновениями можно пренебрить. Они описываются вот этим уравнением. Вот тем, которое у нас написано. Вообще говоря, это уравнение имеет два типа решения. Одни, так сказать, как бы одночастичные, что ли. Или одно квазичастичные, что ли. Которые описывают сами квазичастицы одиночные. А второе, это, так сказать, собственные коллективные возбуждения системы. Мы, когда я в самом начале на первой лекции говорил, что вот квазичастицы бывают разные. Бывают одночастичные, как бы, бывают коллективные. Так вот, здесь есть и то, и другое. Здесь должны быть и одночастичные входить сюда, и коллективные. Меня, конечно, прежде всего будут коллективные интересовать, но одночастичные тоже здесь есть. Давайте, пусть возмущение наше представляет собой отдельную, значит, какую-то квазичастицу. Так, вот еще раз я хочу пояснить это уравнение. Два члена, во-первых, это обычное кинетическое уравнение, которое в обычной кинетическом уравнении. Дополнительный член вот это. Этот член входит только тогда, когда система неоднородная, потому что вот она, производная по координате. Только тогда, если система неоднородная, возникает дополнительная некая средняя сила, действующая в частице. Вот, теперь, значит, пусть возмущение наше, дельта П в П, это есть некая одна, добавляя в систему, голая частица с таким-то импульсом П1. Тогда это есть просто дельта П на П1, и все. Добавилась одна частица. Значит, это если бы система была однородной. Если неоднородная, то начинается поляризация всей другой среды, вот этой частиц. Возникают разные потоки. По этому поводу это довольно детально в свое время исследовалось, как эти потоки возникают, как там, значит, ну, поляризуется вот эта система из остальных, так сказать, кое из частиц, возбужденных и невозбужденных. Те, которые сидят под поверхность эфирной, и те, которые, так сказать, над ней, так сказать, возбудились. Как это все происходит, как это движется. Это все сказывается, конечно, на движении, потому что теперь движется частица в такой неоднородной системе, одетая за счет взаимодействия, ну, вот этим облаком от других частиц. При этом, если она двигалась бы, ну, скажем, с одной эффективной массой, теперь движется с другой. Но на самом деле можно показать, какой поток вот этих других частиц возникает. Она движется, поток других частиц начинает в другую сторону, там возникает движущийся поток. В общем, это довольно хитрая, ну, штука. Это все дело описывает. Но это грамотные люди описывают. Давайте вот так, чтобы тогда, когда, значит, мы рассматриваем вот такое возбуждение в нашей системе неоднородной, то ДНФФ на самом деле будет вот этот ДНФФ1 плюс некая дополнительная штука. Ну, КСИ, ну, назовем, что-то. Дополнительная штука. Уравнение для этого КСИ, вот оно и описывает это полеризационное облако для отдельной частицы в такой среде. Вот, как вы говорите, там больше или меньше, где их стало. Это вот в этом КСИ. Уравнение для КСИ какое получится? Давайте пишем, подставляем сюда. Ну, для простоты будем рассматривать опять. Давайте, для простоты я буду все характеризовать. Вот разложу интеграцию Е. У меня будет ДНФФ от Н от Т. Это будет ДНФФ от К Омега. Вот это. Так, Е в степени минус Омега Т. Плюс И, К, Т. Так, вот отдельные гармоники. И как они, так сказать, на вот этом языке будут описываться относительно другими языками. Значит, если это так, то тогда у меня вот это возмущение все от координат времени легко все вычисляется. Производная по времени, это будет минус И Омега. Так. Производная по координате Р, это будет и К. И все. И у меня получается уравнение. Минус И Омега минус КВ. КВ, да. Так, что это вот Д, КВ от А Омега. Дальше. Здесь минус. Это я вот эти два члены. Так, также есть минус И К. Так. Д, КВ. Т, КВ. Т, КВ. Сумма. Д, КВ. Д, КВ. Д, КВ. Т, КВ. Вот мы видим. Для каких-то возмущений. Вот наше уравнение при таком представлении свилось вот к такому. Вот теперь я есть возмущение. от различающего возбуждения одной частицы P1 с импульсом P1. В взаимодействующей системе это должно не вот этой штукой, а будет какое-то там распределение, какая-то функция распределения, которая будет вот эта дельта пульс P1 плюс вот эта добавка, которую я назвал P1, и которая зависит, конечно, от K омега, у нас он вот в этом подходит так. Подставим сюда, что получим? Во-первых, получим вот это, минус И омега, минус КВ на дельта P1, так, вот это P, это тоже вот здесь P, так, дальше будет минус И омега, значит, И омега минус КВ, так, опять, омега минус КВ, на Кси П1, так, так, омега минус, так, дальше здесь что будет? Плюс, минус И омега, так, ну и К, так, на ВП, так, здесь будет сумма КВ, сделать P, 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 штрих, так, вот здесь будет, во-первых, Пси, так, от P штрих, от К омега, так, и будет ещё вот от этого, вот от этого слагаемого, ещё вклад, он там снимет суммирование по P штрих, так, снимет суммирование по P штрих, так, будет ИК, ВП1 тогда будет, ВП, а здесь будет Ф, ПП1, дельта, да, дельта от П, а дельта я уже учел, ВПП1, все, ВПП1, все. Вот это равно нужно. Значит, если система, значит, такая однородная, то есть нет у нас вот здесь вот этого КСИ везде, то тогда мы все вот это выкидываем, и если взаимодействия нет, то у нас вот возмущение. Омега минус КВ на П1, конечно, на дельта П, П1, П можно заменить на П1, здесь равно, ну и остается. То есть вот, Омега равно КВ, это, так скажем, как бы закон дисперсии, но возмущение, встречающий возбуждение отдельной частицы. Вот, отдельная частица вот такая. На самом деле, система неоднородная, возмущение есть, и у нас есть вот это вот КСИ. Для вот этого КСИ уравнение, вот оно написано у нас фактически, так, вот уравнение. Так, вот оно уравнение для КСИ, так, ну да, вот, вот, этот шлен я выкинул, так, оставшееся, это есть уравнение у КСИ. А почему выкинул? Что? Почему выкинул? Не выкинул правильно, не выкинул, вот это, конечно. Это будет минус Эрмета, элементы минус КВ, П1, дельта от П, П1, так. Ну, мы считываем это, это символ, вот это вот здесь, П1. Так, вот. Чего? Дерфисовик, короче. А, вот здесь, вот здесь, ДРФ0 по ДРФ6, да. ДРФ0, подряд, 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 конечно. Здесь это производим есть. И она вот здесь есть. Вот, на самом деле, вот у нас здесь есть. Уравнение для вот этого КСИ. Вот если вы хотите понять, что там происходит, нужно решать это уравнение. Решать на самом деле его, ну, вообще-то говоря, более-менее безнадежно, потому что мы должны тогда предполагать что-то, вот это, действительно, П, вот это, функции фирмы жидкостного взаимодействия, это сложное интегральное уравнение, конечно. Но, в принципе, вот это все описывается. В какой-то модели можно, так сказать, задать, так сказать, как они там взаимодействуют, что понимается под этой функцией, как ПТ-ш-3, в какой-то микроскопической модели, получить и посмотреть, как действительно там, к чему это все приводит. Но на самом деле это, так сказать, сложная вещь. И, вообще говоря, вот это, в действительности, никому не нужно, потому что все рассматривают, значит, ну, понимают, что есть возбужденные квазичастицы, есть между ними взаимодействие, все. На этом фоне, вот я просто показал, что в уравнении, в принципе, содержатся и одночастичные возбуждения, и для них, в простом случае, закон дисперсии, как бы, или равенство, отвечающее этим возбуждениям, вот на языке мега и к, вот он, на самом деле. Это, значит, определяет, вот, закон дисперсии для этих возбуждений. Это фазовая групповая скорость этих, так сказать, возбуждений, что ли. Дело в чем, что вот при таком подходе мы пытаемся описать их с помощью плоских волн. На самом деле, одночастичное возбуждение – это локализованная штука. И описать ее с помощью плоских волн, вообще-то, говорят, сложно. Мы должны ввести паркет, ввести групповую скорость, там, все прочее. Но, в принципе, можно. Так вот, на этом языке я заботу за это действительность. Да, нет. И тогда, когда мы локализованное, вообще-то говоря, возбуждение вместе с облаком, которое окружено частицами, пытаемся описать с помощью плоских волн. Так, так вот, это, значит, я сказал, что вот здесь содержится и что сложно это рассмотреть. Давайте мы теперь рассмотрим второй тип возбуждения, коллективное возбуждение. Существование коллективного возбуждения в такой системе. Я, так сказать, сейчас поясню только, как это, как это делать. Проделать, ну, почему тогда мы проделали какие-то подробности в следующий раз. Вот у нас уравнение. Мы будем рассматривать коллективное возбуждение в такой системе. То есть нас будет интересовать коллективное возбуждение вот в виде таких распространяющихся волн, вот как у меня здесь написано, Таев от Х омега. Вот это от РТ было. Вот оно. Вот возбуждение у нас. Взято, где-то, 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 где-то возбуждение. Вот нас интересует ситуация, когда вот это, а Таев, чем это? Вот оно уравнение. Вообще говоря, интегральное уравнение Таев. Надо как-то понять, что с этим уравнением делать. То, что такие возбуждения могут быть, понятно, просто из интегрального характера. Из интегрального характера этого уравнения понятно, что, в принципе, могут быть такие такого типа возбуждения. Потому что интегральный характер – это что? Это вот здесь некий интегральный член, и можно перейти к какой-то штуке, связанной с этим, и посумнировать. И возникает тогда уравнение вот такого типа. Вот нечто, но вот это, что равно оно будет. Это вот, то, что связано с возмущением, будет отлично от нуля, тогда, когда вот это равно оно будет. Вот это даст дисперссионное уравнение для этих коллективных возбуждений. Все. В общем, наука очень простая. А это разве не одно частичное возбуждение будет? Нет. А как отличаются тогда они? Тем, что у меня там был задан импульс, а теперь нет. Теперь это вот это дельта F, F, F от корабля векар. Это амплитуда, вообще говоря, волны, распространенные вектором К и с частотой амплитуда. Амплитуда просто волны. Я вот это и буду рассматривать. Волны вот с такой амплитудой и с таким волновым вектором, с такой частотой. То есть вот я буду искать именно это. Возбуждение, когда, причем, его нельзя прописать, если там это было, возбуждение с конкретным импульсом и все прочее, то здесь нет, это волна, бегущая волна с волновым вектором К и с частотой. Зачем мы тогда букву П за собой утащим? Что? Зачем мы букву П за собой утащим? Потому что она пока здесь есть, вот эта функция распределения, относящаяся вот, ну, частицы с импульсом П, как бы. Вероятность вот возбуждения частиц с импульсом П, вот, ну, с такой частотой, с такой омега, только не вникнись. Мы с помощью вот этой внеоднородной системы разложили все по плоскому полу. Как это скажется вот на конкретных вот этих вероятности, относящихся к частицам с импульсом П? А дальше возбуждения будут, конечно, макроскопические какие-то. Какие, значит, ну, вообще говоря, разные, мы и должны выяснить. Во-первых, что холеблется? Как тогда на начальном этапе это отличить? Чего? Одночастичное и коллективное возбуждение. В смысле, как их избирать-то из уравнения? Из уравнения я как раз и показал, как избирать. Я показал, что для одночастичных возбуждений вас должно получать один будет соответствовать. Омега минус КВ на одном уровне. Вот это как раз будет соответствовать одночастичному возбуждению. Это просто тогда, когда у нас не будет добавки этой кси. Да, кси дает, так сказать, одевает это одночастичное возбуждение, эту горную частицу с импульсом П1, одевает каким-то образом, она становится сложной, все. Но вот это для них должно выполняться. Мега равно как? Для этих квиз-частиц. Так, вот. А коллективные, вот мы сейчас рассматриваем, какие они будут. На самом деле ясно, что это будет не вот эта функция распределения, а какая-то макроскопическая величина, колюблица, все прочее. Ну, в газе коллективное возбуждение, звук, говорим, вот. Оно распространяется. Мы пишем, какая частица с каким импульсом, как движется. А на самом деле все это выражается через пункты распределения этих же частиц. Импульсами по скоростям. Так что вот так. Ну, наука вот такая. Мы должны попытаться отсюда это все делать. Мы не. То, что так-так получится, это определяется, конечно, вот интегральным характером этого уровня. Ну, давайте, значит, тогда посмотрим. Первое, что у нас в действительности возмущение вблизи энергии фирмы, слабое, вот это. Это вблизи энергии фирмы. В линейном приближении, значит, вот это, это возмущение, а интегральное, соответственно, будет браться на энергии фирмы. Это видно хотя бы вот откуда. Вот из этого уровня не прямо видно, что вот эта штука пропорциональна вот этой. Так ведь? Так, перенесем просто в эту часть и видим, что вентег пропорционально вот этой штуке. Давайте я, кстати, тогда уж нам, может быть, легче было дальше развернуться. Давайте так и напишем. Вот эта дельта F от K омега, на самом деле, это есть какую-то букву на дафе, есть стиль разумную, да? Конечно, тоже самое X, но X уже мы вроде употребили. Давайте дельта большую. Дельта большую не нравится мне, что там. Давайте дельта готическую. Хи. Да. Ну ладно, давайте вот мы сейчас напишем это уравнение для этой штуки. Давайте мы сейчас введем, давайте какой-то хи от K омега введем, как P вообще-то, как P тоже, dF, 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 dF. Вот такую будет. Просто. Тогда уравнение, и подставим просто сюда, уравнение вот за этой хи, фактически, это будет уже фактически лежать все, вот этот импульс будет лежать на поверхности фермы, фактически, потому что это при нулете температуры, по крайней мере, это просто минус дельта от L, cLB, минус энергии фермы просто, при нулете температуры, так что импульс просто равен будет энергии фермы ввести, фермы из прямой бульс. Так что уравнение на хи у вас получится такое. Ну, кстати, и давайте я тоже здесь уберу. Так, а чего у меня тут знак? Знак у меня... У меня, по-моему, знак... А, нет, вроде все так... Так, сейчас. Алло. Я перезвоню тебе потом. Надо было кончать. Так, вот. Так что у вас получится уравнение. Амеда минус КВ. Так, амеда минус КВ. Так, вот это так. Так, хи от А, амеда. Так, здесь будет плюс КВП. Так, сумма по П' ФПП' Так, а вот здесь будет... Еще Д. ДФ0П' А, ДФСОПП' И вот здесь хи от А, амеда минус КВПП'. Более того, давайте я вот даже так напишу. Хи В от К, амеда. Давайте мы поделим вот на эту штуку. Амеда минус КВП' МИ плюс КВП' Амеда минус КВП' То есть, что за это может означать, что мы рассматриваем возбуждение, когда это не ноль. Амеда минус КВП' Так, сумма по П' Амеда минус КВП' Амеда минус КВП' Амеда минус КВП' То есть, что мы 어�menteадриваем тоже на поверхности, который мы рассматриваем на поверхности. Ама и если QueT' МИ плюс viene ноль. И, например, она лежит на поверхности ФРМ. Поэтому, вот здесь лежит, на поверхности ФРМ. Ну и вот этот импульс мы тоже считали на поверхности ФРМ, потому что он посевок, вот здесь в юропе, тоже на поверхности. Так что первое, что вот в этой функции оба импульса лежат на поверхности фермы. Для изотропной жидкости, вот типа гель-3, когда закон дисперсии, там изотропный, квадратичный, поверхность фермы – это просто сфера, так что модули этих импульсов равны ферме. Остается только зависимость от угла. У функции двух импульсов зависимость может быть только от угла между этими импульсами. Так что вот эту функцию мы можем разложить в ряд по углу, то есть вот это ряд P' – это есть F от модуля импульса P фермы и от угла между ними, поэтому можно разложить по полиномом лежантам, по вот этому косинусу от угла вот этого, между этими импульсами P фермы. То есть так, как мы фактически делали. Так, вот эту, значит, здесь будет тогда сумма по I от нуля до бесконечности, значит, ну, два I плюс единица мы делали коэффициент. Дальше коэффициенты разложения, ну, вот я их тоже обозначу по Альфа пока, он зависит, вообще говоря, от P фермы и P фермы второго. Так? Ну, я по эту зависимость нигде дальше писать не буду. А здесь будет полиномный жанр РП от косинуса грамм. Так? Вот. Так что вот эту штуку можно разложить, и вся наша функция взаимодействий там перейдет, теперь вот векторами, такими коэффициентами, а в P. А можно спросить? Спасибо. Что? А вот если у нас оба P и P' на поверхности фермы, тогда вот эта сумма, она по одному элементу просто, по P ферме и все. Что значит по P ферме? То есть у нас P и P штрих. Что? По B1. Ну, вот эту, да. Да. По B1, то есть вот это, вот эта сумма по P' ну, на самом деле это у нас там за счет спин есть двойка, так, поскольку все выражено по спин. Дальше объем еще фигурирует, при переходе к интеграму, потом 2pH, это на каждую, так сказать, разверность, да? А дальше интеграл по PX, по Y и по Z. То есть интеграл по D, по F. Вот. По модулю интеграл снимется, это объемный интеграл. По модулю снимется, а по углам по всем останется. Вот. По модулю снимется из-за того, что вот эта штука, вот здесь, вот эта штука, она снимет интегрирование по модулю. А по углам интегрирования останется все. Мы разложили это дальше. Вот. Наука проста. Значит, вот этот, косинус гамма. Мы можем его выразить через, это угол между импульсами P и P' мы можем выразить его через углы, задающие отдельно P и P' потому что интегрирование двигается здесь. Вот здесь. По модулю снимется, а по углам, относящимся к импульсу P'. Так вот их нужно выделить вот из этого гамма, косинуса гамма. И по ним, так сказать, возникнет интеграл, там все интегрируется вот эта штука с теми, так сказать, как бы, зависящими от углов функциями, которые отсюда возникнут. Вот и все. Да. И хотелось бы взять это выделить. Потому что тогда прямо отдельно будет вот с этим угловая часть проинтегрирована с этим, в отдельной возникнут некие штуки. Такие штуки, понятно. Потому что, если вы по углам будете интегрировать, у вас будут возникать мультипольный момент. Тот, который соответствует, вот это добавка функции распределения, возмущение функции распределения. Возмущение, которое, соответственно, не зависит от углов, нулевое членное разложение. Это изменение плотности. Изменение плотности. Следующий член, возмущение там, следующего порядка. Это возмущение такого, дипольного момента возникновения. Следующее квадропольного типа возмущения. Ну и так далее. Естественным образом здесь возникнут. У вас возникнут макроскопические штуки, макроскопические, как бы, характеристики вашей, так сказать, системы неоднородные. Плотность, дипольный момент, значит, квадропольный момент, тупольный, ну и так далее. Для того, чтобы это сделать, на самом деле поступить нужно просто. Вот этот косинус гамма через углы, которые задают, если не пусть П задается, вот модулем своим, который равен П ферме, то есть вот это дает П ферме и углы тета и фи, так, а Ф штрих – это П ферме, по моду говоря, а углы тета штрих и фи штрих, так, то тогда косинус гамма выражается вообще-то, говорят, через косинус тета, косинус тета штрих, плюс или минус, я, кстати, не помню, плюс синус тета, синус тета штрих, е в степени и фи, и, фи минус фи штрих, так, сейчас, а, нет, косинус, нет, нет, косинус, по-видиму, косинус, фи минус фи штрих, так, вот так, из геометрических соображений можете сами это построить, как угол между двумя векторами, выражая косинус угла между двумя векторами, выражается через, значит, углы, задающие каждый из этих векторов в цивилической системе координа. Ради упражнений можете построить, а, значит, поскольку упражнений делать, я так понимаю, что энтузиазма нет, поэтому надо здесь справочник посмотреть, как косинус между двумя векторами выражается через вот эти углы, это не сделано. Дальше, второе. Берете теорему, соответствующую для полиномов, прижан от косинуса гамма, где косинус гамма вот такой, так, и вы увидите, что там эта штука представляется так, как М от минус Л до Л, П, так, когда тут будет так, Л минус модулем, наверное, П, Л, Л плюс модулем, это штрих, чосинус, это штрих, Е в степени и М, Фи минус Фи штрих. Вот это теорема, которую опять в любом парочнике найдете. Так, подставляем тогда вот это все, вот эти пары сюда. И у нас разделилось, вот что, у нас разделилось, что там, будет сумма по L и сумма по L, которая у нас была еще вот от этого разложения и вот с этими коэффициентами, а по углам теты, тета штрих и Фи штрих будут захватывать, и эти интегралы будут захватывать вот эту функцию, так, вместе с вот этой штукой и с вот Фи штрих, вот этой. Это, на самом-то деле, с лирических функций, которые вы, там, от физики, там, и в других науках уже изучали. Это обычно вот эти шаровые функции, так называемые, так. Так что раз вот эта штука будет интегрироваться с шаровыми функциями, это будут коэффициенты разложения этой функции, ну, в ряд Фурье по шаровым функциям, фактически. Вот они, возникли. И еще что-то с коэффициентами, там, с P и так далее. Видите, что нужно перейти вот как раз к этим коэффициентам разложения, которые характеризуют, соответственно, объемные колебания, квадрупольные, дипольные, квадрупольные и так далее. Перейти к ним, да множе просто вот это, на соответствующие здесь шаровые функции, которые проинтегрированы. У вас возникнет тогда, вообще говоря, система алгебраических уравнений. Бесконечная, правда, и здесь, и здесь, и здесь. Бесконечная система алгебраических уравнений. Все. Отличное решение существует, когда, как все учили, когда определенный правильный уровень. Он, правда, бесконечный. И решать это сложно, конечно. Но вот дальше начинается, так сказать, рассмотрение моделей каких-то. И смотреть, решение есть или нет. Значит, оставим это вот до следующего раза. Просто распишем пока все это. Никаких сложностей нет, потому что все, отыгрался, исправишь какие-то берешь все равно. Все там, значит, до какого-нибудь простого, самого простого случая рассмотрим, что, так сказать, возможно в такой системе.